Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжеще праздно. И им сказал, «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно. И говорит им, «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему, «Никто нас не нанял». Он говорит им, «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему, «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома. И говорили, «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал двенадцать учеников одних и сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первозвещенникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей, «Чего ты хочешь?» Она говорит ему, «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Иисус сказал в ответ, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему, «Можем». И говорит им, «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцем моим». Услышав сие, прочие десять учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи влавствуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевших у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать, «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!». Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать, «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!». Иисус, остановившись, подозвал их и сказал, «Чего вы хотите от Меня?». Они говорят ему, «Господи, чтобы открылись глаза наши!». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.